Так, чародеек пока на стримах не смотрим, да, вы уже, наверное, поняли, потому что это выходит в записи. Спасибо большое за ту большую активность, которую вы проявили под первым видео. Особенно огромное спасибо всем тем глухим глухарям, чертям и всем мерзким тварям, я именно так вас буду называть, которые спойлерят. В самом начале я сказал, не надо говорить, что будет, не надо ничего рассказывать, не нужна нам ваша злодолбучая фабула, я уже орать буду на вас, я серьезно, я трех человек забанил с канала, это ж просто умопомрачительно. Я вначале говорил, не рассказывайте, мы же смотрим в первый раз. Многие не видели его, тоже в первый раз смотрят. Все хорошо. Всем остальным спасибо. На самом деле очень многие завуалированы писали, что... Нет проблем с тем, чтобы вы завуалированы. Когда вы пишете, что ой, Саша и Рубина о многом догадались, да пожалуйста, мало ли что мы там говорили, это вообще не сложно. Но когда вы пишете, что Саша и Рубина догадались, и потом пошло вот так, вот конкретно, или вы издеваетесь что ли? Это очень плохо, ребят, пожалуйста, не делайте так. Успокаивайся, музыка. Немножко надо выдохнуть. Бросаешь вызов мне? У рыцаря отмщения командир лишь один. Это будет Фрост. Посмотри на себя, рыцарь. Ты усов примерно в половину. Но как воин, я стою двоих, таких как ты. Он всегда полагался на другую силу. Фух, я уже думал, сейчас так... Там его жопу покажут. Что? И не пробуй голову напрягать. Только покалечишься. Кстати, насчет Фроста, опять же, есть хорошие комментарии. Ничего не говорю, нам объяснили, что это мы с тобой два чибрика вообще ничего не поняли. Оказывается, они договорились. Ну, я имею в виду Вилл с Тарой. А, да, я читала эти комменты. Это мы не поняли. Да, 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 она потом в конце намекнула. Нет, с другой стороны, это бы не показывалось в сериале. Как вы должны были догадаться? Ну, вообще, можно было... Можно, когда в пятый раз смотрите... Можно было догадаться, потому что они в конце, когда все, заварушка с Фростом закончилась, подмигнула, что типа, ну, на самом деле... Да, да, можно было, можно было. Я этот момент заметил, но его неправильно проинтерпретировал. Затупил. Затупил. Есть еще какой-то повелитель. Ты че, подожди... Есть еще какая-то высшая сила, кроме... Ну, Оракул. Оракул. Я думаю, что это Оракул. Это мне еще не успели проспойлерить, поэтому я могу спокойно, если догадки стоит. Окно в Европу. Очень удобно передвигаться на спине в этом чувака. О, классная заставка снова! Подвластны нам и сломят и поздравить. Вот, вот этот момент. Уилл раньше не обладала никакой магией, по сути. Ну, и что? Че это она из Крит? Ну, я не знаю. Ну, может, у него магия есть. Это отсылка? Я не знаю. Я не знаю. Я прям реально страшно спрашиваю, потому что вдруг тебе просто... И ты такая... Нет, на самом деле, я потом скажу. Да? Есть догадки? Есть прям... Ну, есть... Есть инфа. Ну, я не хочу говорить. Давай по-своему, когда что-то будет, что-то такое, да, интересненькое, я скажу. Вот она шибет чем-то. Там какая-то молния... Молния, как у той старухи! Короче, та старуха... Это наша Уилл. Только... Ну, короче, это... Это та старуха, она тоже была стражницей, которая владела сердцем Кондракара. Почему я считаю, что та старуха стражница? Потому что нам в конце показали ее значок. Ну, вот, типа, змея... Змея, да. Змея в круглюшочке. Просто такие же самые руны. Нет, старуха сто процентов стражница. Я этого не помню, но я уверена. Я говорю, почему? Потому что нам жирно намекнули, потому что нам показывают в начале там вот... Да, 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 да. Все эти пентаграмки, короче, это удивительно, потому что эти все руны нарисовали сами девочки. И они нигде не употреблялись, они ниоткуда не выскальзывали. Не было такого, что у них где-то они появляются или на каком-то... Нет, почему? У них на одежде. Ну, у них одежда немножечко в стиле этих рун. Но они сами их нарисовали. И вот в конце, в конце первой серии показали эту змею с этой руной. Я такой, ну, блин, что это дизайн-код? Я, к сожалению, заложник своей профессии, поэтому это несложно, несложно провести эти параллели. И молнию показывают в начале, и бабка эта со своим... Ну, это не... Ну, как бы да, да, возможно, возможно. Но это не Уилл. Притянута. Это просто бабка. Притянута. Нет, я не говорю, что это Уилл. Это бывшая стражница. Я говорю, что это бывшая стражница, которая владела сердцем контракаром. Да, да, возможно. Так как они силы у них одни и те же передаются, то есть земля, воду, хагаи, то это получается бабка, что-то на родину. Уилл. Спередшён наш мир. Озлат, побед, советок вискать. Всё на верниках. Нос, 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 нос. Не свердлось в пути. Наш шанс, наш час. Землю спасти. чародейки еще точно напоминает тут 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 мартал комбат какой-то прям очень старый который написали еще саундтрек для фильма с электронной музыкой но он фон очень попсовый но очень напоминает значит браво а да тут еще один прикольный момент я заметил когда скачивал вообще все серии они все пронумерованы по алфавиту и кто 26 в английском алфавите 26 букв поэтому а б это больше мне удобно что я больше не буду путать серии или я кретин который я же не знаю алфавит английский могу перепутать поручку худшее время года размолвка с парнем ерунда это не повод портить чудесный день ты говоришь но смысла нет ты злишься за решение кальба остаться на меридиане что он уже в прошлом отныне влюбляясь только в земных юношей берегись привет привет питер хорошая реакция крепкие мышцы а как насчет на пару сыграть ну подключайтесь уж все четверо ребята за может потом ладно тогда пока не единого слова бедная эй корнелия отшил ну типа да она хотела с ним сыграть а он позвал всех четверых ну да типа нафиг ты одна сдалась а как одна ты не интересна разрешила подождать тебя что за комок шерсти это подарок думала тебя взбодрить повторяя мнение корнелия видела котенка мама разрешила вилл сказала это мальчик придумаешь ими а мне можно придумывай и бери себе ух ты правда да только не лезь ко мне например сейчас мама что мне подарила корнелия ты права вилл сплавила их уже полегчало как бы избавиться от прочих о привет ясно мисс радуши и все закреплены ооо ничего не понимает и кто заказал новый впечатляющий портал нам что надо восторгаться этим фиолетовым вихрем или же орать от ужаса вилл это же все таки мой дом а моя мама на кухне это не я не понимаю кажется нас вызывают догадываюсь чего ждать сомкнуть ряды все еще непривычно да я не могу они раздеваются каждый раз как в первую блин не могу мне очень волнительно а они ведь на год еще старше поэтому на год еще легальнее все еще нет но все еще вали вали огонь земля а чё вилл а чё вилл ничего лохушка в смысле а чё вилл то сердце блин я все жду когда начнет молниями пуляться я прям в дверь эй Корнелия я придумал имя он на наполеон наполеон это мило да весьма впечатляет что это за штуковина это бабка его узвала это завеса двимая его плотей бабушка ты звала нас сюда нет не мой уровень я-то занималась делами в драконе но когда Кондракар постойте Кондракар существует ух я думала это волшебный бренд похоже на тусовку пригласили не только нас королева Меридиана ее почетный караул прибыли не надо для друзей я по-прежнему элион сушь какая что сука нет 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 что я близка к народу и вообще мой брат мудак да 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 все сутки а вы девочки мои друзья плевать что я пыталась вас 30 раз увидеть опять же прошло 3 дня мы best friends forever ну просто переобулась мгновенно я не знаю не а ну элион бесит лучше я понимаю что просто персонажа не раскрывали вообще никак зато последние несколько серий во втором в первом сезоне ее прям реально ее раскрывали 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 а потом забили причем на нее все забили и чародейки и целорейки все забили и как не раскрыли и она сейчас такая как раскрытый бланк да да бланка хорошо раскрыли и он себе не изменяет это единственный островок безопасности в этом сериале да да эй Корнелия от имени совета добро пожаловать в Кондракар альтер к вашим услугам ни хрена себе а мой досточтимый спутник Галенор годы добры к тебе а ты все так полна жизни я да но постарела сердце вечности ждет молодец и на твоя бригада опережает график когда я служил Фобосу именно мой отряд разрушил это чудное селение отстроить со своими ребятами я строил мы опережали график запомните день когда вы впервые увидели мстителей охотник фрост миранда вперед это это что за железный человек черная вдова да тут своя команда только из мира чародеек капец сейчас будет медведь с пулеметами должен быть не в этой серии чуть попозже это мстители офигенно вообще-то они мне нравятся рисовка стала на порядок выше они мне реально нравятся они прям очень хорошо начинают прорисовывать такие динамичные кадры но нам сказали что бюджет вроде как во второй подняли немножко это ну очевидно сказывается выделение мир меринды меринды веранды веранды блин я не могу запомнить капец песочный чел нет это стражник который такой я отстрелу то что динар 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 ну видимо да я что думаю песочный чел это же прям прямой антагонист корнелия они используют одну и ту же магию о кстати да но чисто технически она может им управлять земля да 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 он же ну чего из чего он из кварца состоит да ну вот классно жду их сопротивления он был из первого сезона я его забыл я не помню слушайте вот я поняла почему я с детства не помню ни одной серии чародеек потому что вот мы первый сезон буквально месяца два назад отсмотрели я ни черта не помню вообще ничего нам напомнили всех персонажей которые по спискам раскинули в комментариях я вспомнил всех персонажей кроме песчаного а в какой серии он в каком сюжете я не помню капец ну то есть вот того челика которому оттяпали руку я его тоже не помню это было в самом-самом начале когда закрыло портал и ему отрезало руку ааа да 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 и всех этих они тоже настолько чувака с носорогом я помню он был в картине да он был в картине это ты мне напомнил я тоже это не помнила то есть всех остальных персонажей я помню кроме песчаного чела соответствует ли крепость вашим ожиданиям сравниться да О, мы поражены, просто поражены. Погодите, вот увидите арамеры. Ора что? Орамеры. Ора что? Арамеры. Что? Арамеры. Это, кажется, их символы. Я к тому, что они не объясняют, они просто повторяют непонятное слово. Люба, хранительница сфер арамеров, источников силы стражниц. Арамеры передают волшебную энергию Кондракара через измерение кристаллов и стражницам. Эй, на какой сфере твое имя? Ну да, на самый холодный. Эй, Бранд не крал огонек, а ценил стоимость. Сюда. Мудрейший ожидает нас в зале совета. Мудрейший? Наш предводитель и воплощение мудрости. Мудрейший? Для нас большая честь. Дровоценный мудрейший. Это Тибор, мудрейший помоложе. Я думал, блин, как сейчас заклешится. Все старики, они супер мудры. Я как раз думал, такой, будет ли какой-то хоть бультик, который не будет делать дряхлого старика, который тупо старо-мудрый. Есть, ну, просто умный чел. Да, да, да. С рандомным возрастом. Это круто. Он похож на аватару, кстати. Останем смирянной слугой. Да. Какая-то непривычная церемонность. Разделяю энтузиазм. Поистине долгожданный день. Правда, интересно. Что именно интересно? Прошу прощения, кто-нибудь объяснит, что происходит? Хорошо. Тибор, ты поможешь? С незаправедных времен задача Совета защищать структуру измерений. Тринадцать лет назад к власти пришел князь Фобос. Его угроза была столь велика, что нам пришлось изолировать Меридиан от прочих миров. Тогда и появилась завеса. Но теперь Фобос повержен. И настали новые времена. Завеса разве не всегда была? Стоп, подожди. А, это у их мира была завеса. А они себя или мир Меридиана? Ну, сначала из разговора я поняла, что Меридиан. А из того, что показали, я поняла, что они себя. Насколько я помню, завесу сохраняли из поколения в поколение стражниц. Следовательно, из поколения в поколение Меридиан был тем еще местечком. Но он говорит, что 13 лет назад Меридиан стал говна куском. Да. Тогда что защищали чародейки до того, как Фобос пришел к власти? Типа бабка Хайлин. Да. Чем она занималась? Странно, не знаю. Ух ты, круто. Свершилось. Завеса пала, и пусть в ней больше не случится нужды. И зачем нужны стражницы Завесы, если Завесы больше нет? Логичный вопрос. Вы станете ценным дополнением Совета. Я польщина мудрейший, но я отошла от дел. Я принимаю эту честь. Но на Меридиане у меня есть долг не дать освободиться Фобосу. Его подручная Миранда сбежала. Миранда сбежала? Почему мне сказали так поздно? Неважно, я ухожу. Нельзя упустить ее. Чувствую непорядок. Ты ее будешь ловить. Боже, я могу, блин. Эллион, посиди в сторонке, пусть взрослые поговорят. Просто вот риторика политика из ООН. Это беспрецедентное решательство. Страну должно и будет наказано. Каждый из нас несет в себе долг и честь. Напомнить каждому... Блин, это отдельная просто тема. Как просто там все пуси. Просто все пуси. Я не говорю, что есть не пуси. Есть просто все куски говна. Мне не нравится, когда вот... Вот, 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 теперь все. Это мой долг. Я пошла, я святая. Эллион, но твоя сила весьма опасна без должного контроля. Нам многое надо обдумать, прежде чем ты вернешься на трон. Госпожа, я захвачу Миранду. Причем любой ценой. Тут нужны помощники. Ты про нас, но вроде... Вы теперь стражницы бескрайних измерений. Это повышение? Эээ, разве что микроскопическое повышение. Раз сняли завесу, то и порталы не нужны, верно? Теперь мы откроем прежние пути перехода измерений. Араху. Все то, что я делаю своим кольцом, вы научитесь исполнять кристаллы. Все, что другие достигают талисманами, вам доступны в силу врожденных способностей. Не будет побрякушек? Дитя, это складка в ткань и пространство. Хотим меридиан. А чем это от портала отличается? Что-то мне очень сложно дается эта серия. Ну, если... Сейчас попробую. Сорян, мы тупые. Нет, сейчас попробую, чтобы сильно не душнить. В общем... То есть, раньше была завеса, и в этой завесе делали порталы. Тоже вот этим камушком, кстати говоря. Сейчас в завесе нет, но перемещаться мы будем иными путями. Я сейчас объясню, наверное, как я это понял. Завеса рвется в одном месте, в меридиане. И ты можешь путешествовать и открывать завесу только между нашим миром и меридианом. А когда ты открываешь складочку, то ты можешь путешествовать между всеми остальными мирами. А еще ты, наверное, можешь в конкретное место. То есть, складка, она всегда была складкой, просто им была недоступна. Им была доступна только вопрос телепортации. Ой, порталов. А складки работают точно так же, как работают червоточины. Еще я не понимаю вот этот прикол, что это сила вас, но вы все равно талисманом сможете этой штукой делать. Так они и раньше открывали этой штукой. Но раньше они не могли воспользоваться своей внутренней силой для того, чтобы открыть складки, червоточины. А теперь они внутренней силой будут открывать? Ну, получается, с их слов да. Страшницы! И они исчезли, захватив Тенара. За переход к мятежникам не умеют проигрывать. Раз они сводят счеты, надо вычислить жертву. Думаю, это я. Ватек? Я предал Фобоса. Из-за меня рейтера кинули в бездну. Его рыцари придут за мной, но я не хочу невинных жертв. Я их сам встречу. Рейтер! Сразись со мной! Ну да. Вот он, я мадок. Ты хочешь еще получить? Кстати, вот мои друзья. Значит, приготовили нам ловушку? Не беда. Собирайся на секундочку задуматься, насколько Фрост бесполезный. Он мало того, что тупой. Да, кстати, он еще огромный, неловкий. Огромный, неловкий на... Этому... На... 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 Сороге. На единороге. Дебилы не могут вспомнить. Не, ну правда. Миранда, и его оружие это топор. Против летающих... Да, да. Максимально, максимально вообще жалкий персонаж. То есть, Миранда еще можно как-то понять. Она там что-то пуляется в отделении. Она типа как Человек-паук. Да, песочный человек. Песочный человек, Человек-паук. Тоже стремная тема. Этот огромный великан с железной елдой. Тоже еще как-то... С этими... Летучими мышами. Бэтмен. А, этот... Охотник. Да. Тоже полезная штука. Тоже полезный чел. Фрост вообще... Что он делает? Он, знаешь, лучник из всей этой команды Мстителей. Да, да, да. Ты так мил, когда беспомощен. Ты спекся, ковбой. Носорога-то за что? Да. Не, ну а что вы хотели? Реально бессмысленный, бесполезный персонаж. Да, они как это, знаешь, пушечное мясо выпустили. Давай, давай, первый. Пошел, побежал. Посмотрим. Они атакуют! Спасибо, а ты не видел. Корнелия сегодня просто... Сука. Ну а что? Правильно делает. Я бы лила себя точно так же. Ты сейчас точно так же видишь. Блин, бедный ловец. Он такой, опять эти корни, опять в нос это все. Ему же в прошлый раз все дыхательные органы разры... Ой, я помню это. Корнелия, да, да, да. Мамуфу. Вы так, спаситель меридиана. Здорово, Корнелия. Не сборишь обороты. Не получается. Пытайся. Нет, я не хотела. Это же не трясение. Ребята, вы освободились? А что происходит? Да я не смогла себя контролировать. Она разозлилась, и это, видимо, усилило ее силу. У нее она злится на Акалиба. У нее эмоционально нестабильное состояние, и это влияет на ее силу. Она не может ее контролировать. Я подумал, что это другой персонаж начинает вмешиваться. Не-не-не, это Корнелия не может контролировать силы из-за эмоциональной нестабильности. Вера, причины есть. Бланк загружен и готов. Но Бланк не чует портал. Ай, Бланк не крал. Это для торговли. Привык 60 на 40. Продажа не состоится. Но я тебе предложу подарок. Да? И какой? Дарю зуб Тонго. Существа, проникающего сквозь измерения. Бланку никто не дарил подарков. Бланк не знает, что... Иди к друзьям. Знаю, ты им нужен. Бланк сразу. Бланк поможет. Бланк всегда помогает друзьям. Ты очень им нужен. Молоденький. Сейчас. Простите, не понимаю, что с моей силой. Скорее, не сила, а с головой. Тебя просто переклинило. Объясни. Ну, ты увлеклась, Корнелли, желая что-то кому-то показать. Или порисоваться. Много чести всяким невежим. Моя сила вдруг выросла. Все выходило громадным. Как самомнение. Хватит. Можете ненавидеть друг друга, но нам работать вместе. Тенару и Ватику нужна наша помощь. Прикольно. То есть, этот зуб может открывать, опять же, эти складки в завесе. Да. Все это время... Ну, ладно. Ну, вот такой прикол. Ну, типа, поскольку теперь он бесполезен. А он должен быть полезен. А он должен быть полезен. Держи зуб. У тебя, кстати, тоже что-то подобное. Да. У тебя тоже такая штука. Ну, у тебя висит, у тебя прям как... Да, у меня зуб. Да, у меня скорее микрофон. Бланк! Бланк живой. Подарок. Зубтонга. Бланку больше не вынюхивать порталы. Минуточку. А ты можешь вынюхать мстителей? Могу, но зачем? Слово мстители пугает Бланка. Вот, кстати, удивительно, да? Здесь мстители. Плохие. Нет, даже плохие. Они реально мстят? То есть, реально коннотация несет себе смысл. Да, а там... А тут ты... В реальных мстителях они... То есть, понимаешь, в чем дело? Не, ну, они типа тоже мстят зуб. Не, 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 я понимаю, в чем дело? В мстителях, в Марву... Есть предыстория. Есть всегда фактор жертвы. То есть, вот мы, земля, на нас напали, нас обидели, и потом только появляются мстители, потому что самоназвание мстит. И мстят. Нет упреждающей какой-то структуры, которая заранее просто будет нивелировать... Это всегда... Мститель – это всегда постфактум. Мститель – это всегда униженный какой-то персонаж. Так здесь то же самое. Так здесь я поэтому и говорю. Здесь это максимально уместно употреблено. Мне кажется, мститель – это не какое-то крутое название. Это реально... Обиженный челик. Ты реально, ты обиженный и оскорбленный чел. И в свете своей травмы ты идешь и портишь жизнь с другом. И мстишь. Да, прикольно. Без предыстории ты никакой не мститель. Кто это? А-а-а, летучие мыши. Сейчас доложит все. О-о-о, все. Они здесь. Готовьтесь. Готовьтесь. А-а-а, бедная собачка и носорог. Я не могу с этой псиной все время жалко. Вот они... Животных-то за что? Они все время под неволей. О, да? Страшный чел, конечно. Действуем по очереди? Отлично, начинай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, то есть наша гипотеза, возможно, верна. Но поскольку она корнеля сейчас не в адеквате... Да, проверить мы ее, к сожалению, не можем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Качественные цепи. Возьми, если успеешь. Эта ловушка горя нам. Миранда запечатывает выход. Наверное, начала едва, мы зашли в ущелье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так она может расплавить. С огнем, охотник. В буквальном смысле. Какая кайфовая, Тарани. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Корнелия, что ты делаешь? Атакуй ее! Сила подвела меня! Нет, она велика! Давай, покажи ему силу! Хорошо, покажу. Сейчас бабка должна появиться. А, да, кстати. Забыли про бабку. Кайф. Кайф. Лишь бы, чтобы она сейчас опять не переборщила. Блин, как красиво! Это очень красивая сила. Прям она вся как Корнелия. Корнелия больше не про землю, а про как будто растения. Ну да, она вообще... Она больше про эстетику. Да, да, она больше про эстетику. Мила. Спасибо. Жаль, они ускользнули. Не страшно. Их дни на Меридиане сочтены. Ох, Меридиан. Что не говоришься, сводится к Меридиану. А ты, что не говоришь, все к себе сводишь. Ну вот, опять заставим. Это не ссора. Они прощаются. Ну да, в каком-то смысле. Не понимаю. Это не подвал Серебряного Дракона. Складкам надо приноровиться. Ого. Что еще? Ого. Знаю, это звучит банально, но... Мы не встречались с тобой. Тут никаких загадок. Это старшая сестра Корнелии. Лиллиан. Почему она такая огромная? А что так? А так можно? Полураздеться. Полупревратиться. Я не знаю. Блин, только сейчас на контрасте я понял, насколько они сильно отличаются. Да, ведь это, видимо, ее... Им реально здесь по 13, по 14 лет. А так они им как будто 25. Все. Ну, такие уже взрослые. Да, да, да. Спелые девушки. Фу, тратистички. Как ты мне сказал. Спелые девушки. Здрасте. Я Питер. Я думал, у Корнелии ваша сестра. Ты ошибся. Я пошел. Но мы еще встретимся. Лиллиан. Ах, еще бы. Прикол. Все уменьшилось. И чему она рада? Чуть не рассекретила нас. Не управляет своей силой. Да и Калиб. Да и насладится моментом. Так технически это самовозможно. Не делай. Я предвижу необычайное развитие событий. Я чувствую, мне бесить будет. Только один голос. Такое. Это, кстати, голос Фобоса, мне кажется. Да? Мне кажется, да. Неуверенно. Все? Мы интриги закончили. Такая интрига. Я думал, бабка появится, спасет своих, я не знаю, киндер-сюрпризов и будет дальше объединяться. Да, где бабка ее вот эта любимая? Как она говорила? А она специально ждет, пока они профокапятся, что потом ты второй шанс получил, у тебя была возможность, ты ее просрал. Какое она говорила в слово вот это вот? Квинтэссенция. Квинтэссенция. Вот-вот. Я жду. Жду бабку. Жду бабку. И квинтэссенцию. Слушай, на самом деле прикольно разгоняется. Ну, нам... Да, да. Нам много все нового показалось. Не знаю, может, я просто уставшая или... Для меня просто все диалоги были немножко сложными. Мне было сложно их понимать. Все какие-то действия тоже приходилось. Очень сложно думать, чтобы понять, что происходит. Сегодня был тяжелый день. Это нормально? Да, ну, я понимаю, что это мультик, и это странно не понимать его. У нас еще дополнительный напряг, если мы не поймем, нам напишут, типа, а, блин, Халуи, тут же... Объяснят и проспойлерят. Да, объяснят и проспойлерят. Это еще, говорится, в тринадцатой серии, когда и понеслось. Да. Так, ладно, все. Не делайте так. Я надеюсь, я больше не буду иметь причин бомбить из-за спойлеров, потому что их писать больше никто не будет. В остальном все гипотезы, которые так или иначе у вас есть, вы, опять же, я, кстати, насчет спойлеров еще раз предупреждаю. Если вы хотите написать спойлер, напишите спойлер. Если это не спойлер и просто размышления вместе с нами на тему, почти или около того угадали, возможно, может быть, то есть это такая игра в угадайку. Это нормально, мы как будто сидим вместе с вами смотрим. Вы как будто никогда с людьми ничего не смотрели. Вот представьте себе, что вы сидите в компании, у вас трое или четверо человек смотрят сериальчик или кинчик. И один из них уже смотрел. И вот этот человек начинает спойлерить. Вспоминаете, какое фиолетовое лицо у него потом становится. От побоев. Вот, поэтому, ребятки, максимально визуализируйте этот образ и больше не допускайте этих ошибок. Во всем остальном намеки, гипотезы, все это мы любим. Все, ребятки, спасибо, что посмотрели с нами. Я думаю, что будем дальше продолжать в таком формате, потому что пока мы стримы позволить себе не можем, конкретно по чародейкам. Потом дальше будет видео. Конкретно у нас просто сейчас возникают некоторые технические сложности, в дебри которых посвящать пока вас не нужно. Спасибо, что были с нами. Ставьте обязательно лайки. Это очень полезно для ютуберов. Лайк для ютубера – это все равно, что поцелуй матери в лоб перед сном. Все, спасибо вам большое. Вас тоже в лоб. Пока.